Дай почитать. Дай почитать. То это нивелирует следующая глава, а соответственно и следующий автор. Из всех, пожалуй, Владимир Войнович и Илья Зверев, что называется, отбились от коллектива и проявили писательский эгоизм, увлекшись собственными темами. Первая глава принадлежит Валентину Катаеву, и он с присущей ему легкостью создает невероятную завязку. И так действие происходит накануне 1 мая. Некто инженер Васильчиков после работы, посетив огромный универмаг и купив дочери Аллочке набор детской посудки, себе серый галстук, жене Римме серую импортную кофточку с гладкими пуговичками, приходит домой и видит, что из квартиры вывезено все. Пусто. Ни мебели, ни жены, ни дочери. Больше всего достался Фазиру Искандеру и Георгию Владимирову, авторам последних, восьмой и девятых глав. Они-то и сделали концовку неожиданной, мотивированной, логичной и увлекательной. Читать эту книгу можно исключительно из любопытства. Понятно, что особой литературно-художественной ценности она не имеет. Интересно наблюдать, как каждый из писателей – Валентин Катаев, Анатолий Гладилин, Юрий Казаков, Лев Славин, Василий Аксенов, Илья Зверев, Владимир Войнович, Василий Искандер, Георгий Владимиров – продолжат предложенный предшественникам вариант развития событий. Символично, что именно Валентину Катаеву по жребию досталась первая глава, ведь ему уже случалось сочинить первую строчку одного тоже коллективного романа – «В уездном городе Н». А роман, как мы помним, назывался «12 стульев» Ильфа и Петрова. Развязка, кстати, оказалась невероятной. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!